Привет всем ребята и сегодня мы с вами будем рассматривать кинофильм сталкер режиссера Андрея Тарковского фильм просто замечательный один из моих любимейших на первых местах у меня фильмы это побег из Шоушенка, корейский олдбой и вот наверное как раз советский сталкер и кстати говоря вот один из тех фильмов после которых ты так сказать реально впадаешь в ступор да вот наверное всего два фильма я посмотрел за свою жизнь это корейский олдбой и советский этот сталкер который я посмотрел и потом вот после этого наверное блин минут 30 точно был как будто в какой-то пространстве да вот как будто у меня кто-то загипнотизировал просто-напросто и потом я это фильм пересматривал еще наверное раз в пять и каждый раз я находил для себя там что-то новое ну начать пожалуй мне наверно стоит с того как я вообще познакомился со вселенной сталкера и как это не будет глупо но я познакомился с ней а именно поиграв в игру я получился до девятом классе не один друг как бы дал диск я поиграл мне очень сильно понравилось и тогда потом я помню еще прописывал просто в интернете сталкер и узнал что есть вот этот самый советский фильм тарковского посмотрел фильм а я кстати говоря ну знаете как я поиграл в игру и думал что фильме будет там что-то похожее да думал там тоже будут какие-то перестрелки там съемки какие-то там чудовища мутанты оказалось что фильм по сути вот да там вообще нету как бы некий-то особых съемок не где-то там таких особенных событий там по сути весь фильм который длится по умудит а два с лишним часа я уже не вспомнил но довольно таки долго длится и по сути этот фильм просто диалоги между тремя людьми дай весь фильм на этих диалог и завязана тем не менее он пролетает буквально как одна минута как бы вот а потом уже я рассказал маме то что вот посмотрел фильм такой четкий нам не сказала то что есть еще книга братьев стругацких называется пикник на обочине и весь прикол в том что книга мне не понравилось вообще то есть от фильма я был просто в восторге он для меня сейчас на на данный момент в тройке моих любимых фильмов это побег из шоу шенка корейский олдбой и вот stalker а вот книга я жу мне что вообще не понравился терял книга даже больше напомнила как бы игру да потому что вот там как раз были разные там мутанты очень много таких разных аномалий там перестрелки да вот я не говорю что совсем как игра конечно да но вот в целом она мне даже больше как-то напомнила что-то такое то есть там принципе какой-то смысловой нагрузки было очень мало я извиняюсь перед фанатами творчество стругацких они там может быть будут со мной не согласны я не спорю может быть я просто чего-то не увидел но вот я жила от фильма я был просто в восторге и от книги честно говоря как-то так прочитал и забыл по большей степени что-то вообще меня не впечатлило хотя вообще стругацких я как бы не хорю потому что я знакомился потом с их творчество мне очень сильно понравилась книга трудно быть богом я был от нее просто восторге поэтому я вовсе не хочу как бы критиковать творчество этих замечательных фантастов как бы вот а еще наверно добавлю как бы то что схожести между игрой stalker и книгой и полу вернее даже фильма ну хотя по сути и книгой да в принципе довольно таки мало там есть только понятие в игре как бы самой зоны аномалии и исполнителя желания если я не ошибаюсь что по большей степени по моему больше схожести нету поэтому если вы фанат именно книги фильма stalker то играть в группа большей степени вам смысла нет потому что ну сход я же там пресс будет не очень много как бы вот что следует теперь сказать о самом фильме у тут я даже реально не знаю с чего и начать что сказать хочется очень много и я даже не могу понять чего бы начать ну собственно кстати говоря да я вот только что глянул фильм оказывается идет два часа сорок три минуты я извиняюсь что вначале сказал неправильно но повторюсь как бы весь прикол что он хоть идет почти вот три часа новая же эти три часа пролетают очень очень быстро там единственное что возможно вот вы когда будете первый раз смотреть если вы его еще не видели первые там 15-20 минут фильма возможно покажутся вам немножко затянутыми скучноватыми но я уверен что как только вы уже начнете смотреть с того момента когда они уже попали в зону вас от экрана будет просто не оторвать а начало возможно да но такое какой-то не сильно фильме сделано хотя тоже несомненно присутствует атмосфера да вот и насчет теперь атмосферности а торковский просто шикарно сделал атмосферу вот этого заброшенного места этой зоны то есть при том что бюджет ну сразу понятно что у фильма был довольно таки маленький фильм снимался там где-то возле старой таллинской электростанции да там было заброшенное такое место и вот я живу вот реально когда смотришь фильм у тебя вот складывается это ощущение то что никого здесь нет ни единой живой души да вот это вот ощущение мертвого мира вот статеря здесь можно даже провести аналогию уже с игрой компьютерная да вот ощущение чернобыльской зоны отчуждения в некотором роде как бы вот и повторюсь что фильма кстати говоря ряд держится по сути на вот этих вот трех замечательных актеров то есть самого этого stalker а профессора и писателя то есть ну там еще езда алиса фрейндвик жена этого stalker их не дочка бармен там по сути у всех остальных там эпизодические роли они там буквально фильме может быть на культу минутку проскочит и все да то есть практически три часа мы наблюдаем именно за этими тремя персонажами то есть прикиньте фильм из трех актеров без спецэффектов практически без там какие-то перестрелок до без экшена и при этом между за уши не тянешь от экрана и практически все три часа и я же весь фильм держится вот на вот этих вот диалогах и фильм вот здесь вот есть некоторое сходство с корейским могут боем не в плане сюжета не в плане чего-то такого а в плане того что фильм нарушает очень много вопросов а я когда смотрел корейский роутбой я обязательно сделаю еще обзор на него а то после фильма я живу я тоже был некой прострации очень долго думал потом пересматривал тоже очень много раз и фильме живут очень много вопросов нарушается там и практически все есть фильмы да и о многом ты можешь задуматься многие вещи ты можешь пересмотреть многие вещи начинаешь воспринимать совсем иначе и вроде бы там очень много простых таких мыслей да там про музыку они там говорят в принципе про все что угодно они говорят в этом фильме stalker но вот ты как-то об этом особо до этого не задумывался да вот потом начинаешь все это слушать реально так задумываешься то есть фильм реально такой глубоко философский очень блин как это не тупо прозвучит да не банально очень умный фильм вот именно что умный фильм я не знаю как это еще назвать то есть сразу можно сказать то что до любителей там экшена вот всякой такой фигни им это смотреть скорее всего будет не интересно но вот именно просто любителям действительно добротного классного кино которого снимают ну очень очень мало то действительно добротного контента в мире кино не сказать что очень но это вам точно будет по душе это сто процентов я не буду пожалуй вырезать никакие моменты из фильма и показывать вам чтобы не портить вам общее впечатление от возможно первого просмотра да и вообще смысл я в этом принципе не вижу добавлю дырон только то что конечно же андрей тарковский просто гениальный человек гениальный режиссер потому что он реально создал культовый харизматичный уникальный просто гениальный фильм который можно пересматривать огромное количество раз и которые должен конечно получить оскар из оскаром что называется по-другому тут не сказать фильме же просто есть реально все просто все тут человеческие страхи недостатки то что мы сами не знаем чего хотим то, что мы, по сути, сами боимся того, что находится там внутри нас, то, что мы сами не знаем себя, да, вот какой мы человек вообще. Очень классная фраза, да, в фильме тот. Сознание моё хочет победой вегетарианства во всём мире, да, а подсознание изнывает за куском сочного мяса, да, вот отличная просто-таки фраза в фильме. И таких фраз там очень-очень много. Фильм вообще можно, в принципе, поделить на какие-то афоризмы, да, и потом их, как бы, обсуждать много и много раз. Поэтому, повторюсь, фильм «Реальные чуваки» рекомендую всем к просмотру обязательно. И дам только маленький совет, ещё, наверное, на прощание, то, что фильм лучше всего смотреть, так сказать, в гордом одиночестве, то есть сесть, закрыться в комнате, включить его, возможно, заварить себе чашечку чая и просто вот так вот в одиночестве полностью погрузиться в этот шедевральный фильм. Ну, вот, наверное, пожалуй, и всё. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр и за подписки, за лайки. До новых встреч! Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...